здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 16 апреля 2015 года канала подготовка программ плохие новости и числа мальсон и студии 22 баджанин у нас прямой эфир было тут по техническим причинам небольшая задержка так что просим прощения тут пишут что до мальцева добрались не до 5 добрались так что так вот послание от наших спонсоров от василия казанцева удачи вам спасибо спасибо на хорошие новости без подписи но со смайликом хорошо спасибо михаил из сибири во первых дошли сообщаем вам и вот пишет спасибо большое за ваш труд посоветует посоветуйте прочитать книгу мельникова и черной империя смерти не знаю я не читал ты не читал мы можем только сказать о них посоветовать наверное надо после того как прочитаем вячеслав предлагаю задать путину уже по следам предлагаю задать путину путину я говорю а там по-другому написано главный вопрос опять перефразирую на кой ты родился майоран спрашивает на кой это вообще такой философский вопрос да и да это не только до путину вообще задать каждый человек хоть раз в жизни даже самый тупой задает этот вопрос а самый они тупые люди наверное в день по разу как минимум для поэтому куда деваться путину я думаю путин сам себе вопрос задают и чем старше наверное тем чаще он этот вопрос задает тем больше как он на него отвечает это действительно интересно алексей пишет есть повод похвастаться одну семью переубедил родственники мои вива для революцион вива для революцион согласен светланы дрездена вот такое интересное предложение ты уже как оракул такой или пифи я не знаю как правильно вячеслав у меня к вам предложение поучаствовать в немецкой лотереи 6 из 49 миллиардов не выиграем но миллионы евро возможно шанс все-таки есть участвуем до 5 11 с вас надо 6 цифр от 1 до 49 и одна цифра от 1 до 9 с меня финансирование лотерейных билетов выигрыш пополам вам на ваше дело мне на фонд который хотелось бы открыть спасибо за вашу работу не вопрос я конечно пришли жиры назовешь до вероятность нулевая ты знаешь я в лотерею не выиграл в один раз рубль выиграл это потому что это какая-то советская была лотерея там серия но все по серии по этой это вот как то есть один номер то выиграл автомашину да там я не знаю 10 тысяч номер номеров которые рядом они выиграли ну это и жена саре и да они выиграли по рублю вот я рубль выиграл все я больше никогда в жизни в лотерею не выигрывал то есть есть там вот рулетку выигрывают то или там то это надо стоять непосредственно но я дам конечно цифры можно попробовать но это же вопрос такой мы же обращаемся как бы к неким высшим силам а им же только повод ну как ты бы хоть билет билет купил согласен тебе вопрос да ну скажи цифры так может и сразу назовешь если какие-то в ум приходит и все не надо же я думаю тут их обдумывать до 6 от 1 до 49 сейчас сейчас мнение не годится у меня мозги сейчас совсем хорошенном здание как в прямом эфире может кто-то еще поставить интересах так ну вот вот собственно спасибо всем у нас поддерживаем кантемир написала нам тоже смотрю этот спектакль имею ввиду путинскую значит трансляцию главного не услышала а он не устал он не уходит даже более того да юля абсолютно права вы тоже не услышали правда и не рассчитывали ну что поговорим тогда про выступление путина значит ну честно говоря я не ожидал от него такого начала ты смотрел нет ты не смотрел ступлен путина ладно тогда я буду тебе рассказывать это интереснее да да в общем путин рассказал что у нас все охрененно вот по-другому я то есть в этом гар в прошлом году в четырнадцатом больше всего нефти выдаили до самый большой урожай собрали построили 2 миллиона квадратных я не знаю метров километров или парсик жилья все вообще идеально вот есть макроэкономические показатели как он сказал на не очень запредельный а там его журналисту это да это конечно мы понимаем вот там жизнь маленького человека вот она как-то в эти макроэкономические показатели не укладываются и тут он про маленького человека сказал что тоже вот к сожалению там рост цен доходы сократились на один процент и так далее представлять я просто обалдел вот банковский сектор хорошую динамику показал оказывается не отняли там у большинства банков лицензии не и не пустили по миру да а показал хорошую динамику и активы банков превысили ввп страны тоже такой макроэкономический показатель банков вообще он означает я не знаю я тоже не знаю но это классно по его понятию то есть все классно до положительная демографическая динамика растет продолжительность жизни вот и так далее то есть я но нам же к этому не привыкать к советским людям мы даже или при счастливом времени когда все было офигенно и даже лучше причем санкции тоже очень помогли потому что вот независимо ну единственное что он сказал и я удивился что он это сказал в общем год полтора назад мы говорили что будет говоря серьезный обвал че там путин будет придумывать войну не войну не знаем но как бы будет как-то выкручиваться участвовать подтвердил он сказал что были не об была необходима коррекция а санкции значит это вот как повод чтобы все равно все свалилось но санкции как такой повод на который можно указывать причем совершенно открыто сказал как будто такое явление природы да ну да тайфун наводнение мы выдержали да нифига себе сам организовал главу потом про импортозамещение говорил что вообще санкции только очень полезный там все в один голос кричали санкции нельзя отменять потому что нам это очень полезно то есть вообще просто вот сказал что неизбежен рост внутреннего сельхозпроизводства причем ты знаешь вот сразу виду что в армии не служил а зачем потому что сказал как любой бы армейский человек который сказал бы дембель не измежен неизбежен как гибель капитализма формулировку вот сказал именно такими словами аж рот открыл думаю ну где-то он это услышал вот потом промышленное производство 99 4 десятых процента оказывается к пункт прошлому году так что в общем-то говорит никакого спада ночью там 60 процент правда забывает сказать что то промышленное производство оценивалась в тех рублях а это промышленное производство оценивается в этих рублях соответственно там совсем другие цифры если в долларах оценить ну да а так в общем все красиво получать к даме до струек до проскочил между струек еще он сказал что много общается с людьми знает настрой как такой знаешь против пиндосов и гениальная фраза очень много угроз которые мы не можем предсказать а нафиг ты там сидишь если не может предсказать элементарно здесь сидим все предсказываем сидит не может там предсказать может местами поменяемся может ты будешь сидеть там в ящик говорить вот тогда научите что-нибудь предсказывать эксперты видят он сказал мы прошли пик проблему я хотел бы найти экспертов и в еврозоне безработица выше потом кудрин там прикалываться начал то есть начал говорить писать что-то да 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 и тут я сразу вот до боли знакомые вещи услышал володинский значит любимый славин любимую комбинацию на и всегда использовать везде и всегда то есть когда человек это вот там у вас плохо где у вас у нас это у вас плохо это вы там голосовали зато это вы там да я там пофигу мороз это они виноваты ну как как где володинский дела коммунисты виноваты потому что они в думе представленные также они голосуют один там человек но пофигу это не важно там эти виноваты потому что они тоже в этом участвуют ну и так далее здесь тоже кудрину говорит ну это же вы программу 2020 приняли то это вашим вернее разработали а куда ли потом говорит так это вообще не она и не работает ее никто и не принял нет вот правда тут заикаться начал мы тут на нее типа ориентируемся вы же работали но в принципе с одной стороны наверно прав а еще гениальная заготовка была он сказал что вот они нами виду либералов про кудрину что они хотят там зарплаты урезать там пенсии урезать все короче сделать плохо народу да но почему потому что для того чтобы руководить нужно иметь голову типа у них голова есть вот это нужно чтобы руководить еще иметь и сердце там а народе болеть в общем как в этом получился наша раша да там такие персонажи я как-то видел их а а чё кудрину на твой взгляд хочет чем вы а не знаю ему дали слову приблизительно на рим спросили о чем вы мне там сам отчет хочет ему то дали он то зачем-то полез как зачем же не журнале а за ци что он тут вот при делах так если он хочет стать премьер-министром уже понимает что нельзя путину предъявлять хоть что-нибудь вообще да у нас об сильно ты не предъявлял а ему же мелочи достаточно даже понимаешь все он уже обиделся он же ему ответил в стиле обиды значит он его не возьми он кстати на на этом очень хорошо сыграл то есть это была домашняя заготовка он как ты прав как шутом шутом но значит она не планирует все-таки брать куда-то обратно мне пока нет вот потом спросили про то можно про таможню что про польские яблоки везде продают а вы скажите где то вот мы разберем сейчас прилетим налетим и главное не бороться с жульническими действиями он сказал а вытеснять и что есть вот забавно совершенно сам говорит дайте дайте а адресок чтобы мы поборолись жульническими действиями как же контрабандные яблоки в рамках в этого болин это вообще какой-то абсурд абсурдов да вот фермер из деревни степанова констратовская область кстати все фермеры там понравились достаточно приятно американский американском мнение наши пока показываю в общем показали они что соображают очень хорошо вообще во всех делах а поддержки сельхозпроизводителя но тут конечно началось значит он имел домашнюю заготовку по этим вопросам безусловно там какие-то проценты начал вспоминать там но вот постоянно заглядывал не было тетрадочка он заглядывал вопрос проходит если такой он зачеркивает все следующий расписан это вот эти которых показывали по телемосту это были домашние заготовки причем некоторые не в прямом эфире а в записи то есть получился хочет задать вопрос а там уже некому задавать потому что это запись но они вот он пытался в чихли тем этим фермером что себестоимость молока выше получается чем продажная цена но они его не поняли и как бы объяснили что вообще-то литр молока 17 рублей они отдают а этот литр ну вот это уже молока продают по 70 поэтому они не поняли себестоимость вроде бы у них или это уже себестоимость с рутенберговскими да вот фермер джон тут был нет прибыли которые у нее нет прибыли 15 лет банк требует 120 процентов говорил закупочные цены тоже говорю ниже себестоимости виноват знаешь кто путин ответил как ты думаешь белоруссия виновата белоруссия потому что она сегодня продукцию продает по более низким ценам чем в россии а так как это наш партнер это вот только он забыл сказать сколько в белоруссии народу занят в сельском хозяйстве до меньше трех миллионов человек занят в сельском хозяйстве и если они составляют конкуренцию россии но я извиняюсь тогда как в том и еврейском анекдоте да причем читал по бумажке и забыл там ну смысле залазил и муж записали про молоко и вот он этому фермеру джону спрашивает битва сколько там у вас начал умного себя гнать и гек ну вот у нас там низкий удой там туда-сюда когда эти люди начинают про удой говорить я всегда ржу вообще-то про надо и удой играть ну там же 40 50 литров я чуть со стула не свалился ну потому что надо знать что тот кто не из деревни не знаю что 40 50 литров от коровы рекордсмен и и на 1 в днх притаскивать и всем пока что у нас вот такая корова есть да ну до беды нет там 29 у нас так далее я поймешь 29 это очень много очень много это сразу же причем вот он 15 лет до досуха выдает до 15 лет рулит и не научился я сразу вспоминаю одного знакомого губернатора алкоголика до который будем ночью свою бабу толкал ее говорил или позвони там главе такого-то района спроси какие у них надо и она но первоначально она это не знала она ходила звонила ей говорили там что вот такие вот нынче надо и да а потом она поняла ну нафига то есть она там вот несколько месяцев же пожила в таком режиме там думает ну чё это это новая жена этого губернатора была но в смысле еще не жена сожительница и потом она просто начала выходить в другую комнату как она раз как приходите гать ну вот такие то тут и все то есть баба месяца за два за три сориентироваться уже знала где сколько чудо и убирают 7 там пашу это лишь 15 лет так и не знаю вот там ректором гимма выступал спрашивал по поводу из 300 в иран ну тут вова сказал что будут поставлять потому что там и гиги и что в общем то эти иран ну не является там не террористами никем и что очень важно получить денежки за это за то что вот там делали заводы а потом никуда не продали а кто нам будет это оплачивать и так далее он забыл что в десятом году сам поставил на этом крест потом вот стоит ждать очередного выступления израиля до про ипотечный кредит и он сказал что новое да он про ипотечный кредит и сказал гениальную фразу вот я записал что это новое в области теории государства и права путин сказал государству для того и существует чтобы помогать людям это чуть со стула не свалился то можете представить это вот теперь я советую когда кто-то ну информацию там получают о новых налогах о том нужно цитировать путина вешать всегда к этому то вот обобрали очередной раз нагнули очередной раз посадили там подбросили наркотики я не знаю что сделали того в общем везде оказывается государство для того и существует чтобы помогать людям ни один теоретик с точки зрения я имею ввиду науки так ваш ленин и должно показывать не знаю давай не погоди не обновить на как мы никогда и не увидим давай все мы в эфире давай да продолжаем да напишите там видно нас или нет а тот какой-то перерыв был да